Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Из Гаги пришла новость о расследовании обстоятельств гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом. В крушении на Донбассе малазийского Боинга в 2014 году обвиняют троих россиян. Ещё никогда мифический диспетчер Карлос не чувствовал себя таким разбитым. В соцсетях появились публикации испанского диспетчера Карлоса, который утверждает, что вёл Боинг-777 малазийских авиалиний. Написал в своём твиттере, что рядом с лайнером были два истребителя ВВС Украины. Экипаж самолёта Путина с горя даже тяпнул водочки. Целью украинской ракеты мог быть самолёт Владимира Путина. А на радарах Ростовского радиолокационного центра отчётливо виднелось слово «трибунал». Данный воздушный объект устойчиво наблюдается радиолокационными постами Усть-Донецк и Бутуринское. На протяжении многих лет в Кремле старательно пытались замылить правду, постоянно вбрасывая всё новое и новое, зачастую противоречащие друг другу фейки. Незадолго до катастрофы по направлению к Боингу вылетел украинский истребитель Су-25. Малазийский Боинг, сбитый в небе над Донбассом, был уничтожен при помощи зенитного комплекса Бук-М1, ракетой старой модификации, стоящей на вооружении украинской армии. Но все усилия Кремля оказались тщетны. После сбора доказательной базы и проведенного расследования прокуратура Нидерландов сначала объявила подозрение четырем строителям русского мира. Следователи там назвали имена четырех подозреваемых. Их называют командирами, которые якобы руководили операцией. А теперь и огласила приговор, который в России, слишком занятой спецоперацией, сделали вид, что не заметили. Никаких тебе шоу у Скобеева и у Соловьева, обсуждений, как сохранить лицо стране, убившей три сотни невинных людей. В общем, все, что сделали путинские бояре, это покричали чуток, мол, ваш суд не суд, а сборище русофобов. Виновны и точка. Голландская прокуратура на заседании в Гааге по делу авиакатастрофы борта НХ-17 говорит так, как будто она суд. Дмитрий Песков прокомментировал принятую накануне резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы. Он отметил, что по сцене не относится к судейской ветве власти. И, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. Да и вообще, Россия – огромная ядерная держава. Давайте попробуйте ее каким-то образом наказать. Медведев назвал абсурдной идею наказать ядерную державу. Мало того, что эти предложения юридически ничтожны, они потенциально создают угрозу существованию человечества. То есть такой, знаете, очень специфичный вариант терроризма, когда ты сначала убиваешь мирных людей, а потом еще и угрожаешь правосудию ядерным оружием. Причем они подобные схемки и пожертвам спецоперации заготовили. Не зря ж Кремль вышел из ряда международных договоров. Россия с сегодняшнего дня досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека. Россия на этой неделе официально вышла из Совета Европы. Как долго у России получится играть роль мирового гопника, покажет время. Ну а мы обратим внимание еще на один важный аспект. Решение прокуратуры Нидерландов, помимо всего прочего, ставит на колени всех российских пропагандистов. Последние годами рвались на части в попытках убедить всех и доказать, что никакого бука, о котором говорила Украина, у боевиков в Ордло не было. Боинг-777 могли сбить из зенитно-ракетного комплекса БУК, который россияне захватили во время аннексии Крыма. И это несмотря на то, что незадолго до трагедии его даже засветил один из каналов пропаганды. Донецкие ополченцы обзавелись зенитно-ракетными комплексами БУК. Хотя чуть позже говорящие голову Востанкина изо всех сил старательно убеждали в обратном. В руководстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики отрицают свою причастность к атаке. Самолет был сбит украинской стороной. У нас просто нет таких средств ПВО. Откуда БУКи тогда были? Мы только оборонялись. Мы только оборонялись и отходили. Какие БУКи тогда могли быть здесь? У нас тогда сбитыми стояли, блин, на БУК поставил. БУК? Какой БУК? Ничего не знаем. Это украинские люфтваффы Боинг уничтожили. Малайзийский Боинг в Донецкой области мог сбить украинский истребитель. И самолеты эти не только рядовые граждане своими глазами видели. Боевой этот истребитель. И навстречу этому пассажирскому. Сравнивается и сразу... БУК! Но и тогда еще не отобедавший в Сепаре Саня Захарченко. Я видел, как оно происходило. Было два самолета и был Боинг. Потом два самолета улетела, а Боинг упал. Но залив землю Донбасса кровью, Кремль решил утопить всех во лжи. И в ход пошли люди в мундирах. Вот представители Министерства обороны РФ демонстрируют кадры, якобы полученные от одного из радиолокационных центров. Подтверждение представленной информации служат видеокадры. Работы в этот период Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения. Да вот же! О, вот он, вот он, украинский истребитель. Зафиксирован набор высоты с самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского Боинга. Возможно, на тот момент, привыкнув к полной безнаказанности, в Кремле еще не думали, что очень скоро методичку придется полностью переписывать. Да что там далеко ходить? Они даже фейковые фотографии по Первому каналу показали. Итак, в нашем распоряжении оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малазийского Боинга над Украиной. Снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский Боинг. Вообще, гебельсовщина в деле малазийского Боинга – это тема для отдельного расследования и трибунала. Циничная, беззастенчивая ложь и манипуляция массовым сознанием – это одна из главных фишек Кремля. Всего за несколько лет, проделав путь от совсем диких версий о борте номер один в фейковом диспетчере, бобине, выкупленной у СБУ. Мы выкупили у сотрудников СБУ непосредственно бобину с проволокой, на которой записаны эти разговоры. Авиации в СУ. Боингу малазийских авиалиний за три минуты до трагедии приблизился фронтовой штурмовик Су-25. Взрыва внутри Боинга. Самолет был взорван изнутри, и это была спецоперация. До якобы украинского Бука. Малазийский Боинг, потерпевший крушение под Донецком, сбили с помощью ракетного комплекса Бук-М1. Он состоит на вооружении украинской армии. И никого из путинских приспешников, а по факту соучастников преступления, похоже, не смущало, что каждая из этих историй полностью противоречит предыдущей. Чем больше лжи, тем проще спрятать правду. Есть различные версии этой трагедии. Дошло до того, что преступники в погонах всему миру показывали украинский самолет, якобы зафиксированный российскими радиолокационными центрами. Хотел бы продемонстрировать данные по воздушной обстановке в районе Донецка. Российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно, Су-25, в направлении малазийского Боинга. И спустя некоторое время они, как ни в чем не бывало, выпустили этих же клоунов в погонах, которые лихо разоблачили сами себя. Вблизи малазийского самолета пусть донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения. Самолет? Не, не знаем, не фиксировали. Боинг сбил бук фашистов. Теперь, кстати, эти же клоуны ровно такого же уровня сводки по спецоперации на гора выдают. Впрочем, лучше всего кремлевское вранье читается, когда их заявление разных лет поставить в стык. Российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС. Вблизи малазийского самолета пусть донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов. Теперь вы понимаете, на каком уровне фальсифицировалось дело. И при всем этом у Путина еще хватало совести удивляться. Мол, а почему Россию не привлекают к следствию? Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии. Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. А что, извините, должен был принять зап? Подставных свидетелей? Нарисованные данные радиолокационных центров? Фотографии, сделанные в фотошопе? Или, может быть, якобы перебежчиком майора Батурин? Бывший украинский военнослужащий Юрий Батурин раскрыл возможное обстоятельство гибели малазийского Боинга на Украине. И, чтобы вы не сомневались, этих неких Батурин их тоже оказалось несколько. Рядом со мной Юрий Батурин, который сказал, что он был свидетелем. Остался служить в городе Харькове в воинской части А-12-15. Харькове в воинской части А-12-15. Начальник штаба военной части А-4104, подполковник ВС Батурин. И знаете, именно весь этот поток лжи не оставлял сомнений о реальных виновниках трагедии. Хотя бы потому, что люди, не запятнанные в крови, ведут себя несколько иначе. Им не зачем лгать. Финал этой истории можно смело озаглавить тремя буквами Ч, Т, Д. Что и требовалось доказать. Ведь прокуратура Нидерландов не только подтвердила версию Украины о российском БУКе. В ходе расследования не было обнаружено никаких следов другого оружия, которое могло бы сбить малазийский Боинг Рейса МА-17, кроме БУКа. Удалось установить, что БУК принадлежит 53-й занетно-рагетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Но и выложила переговоры боевиков с куратором Сурковым, где эта помощь запрашивалась. Моя помощь нужна действительно масштабная. Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушно-прегратиемой, то не удержать нам засток. Реакцию Москвы на итоги следствия несложно было предугадать. Завравшийся и загнанный в угол ГОПник включил максимальный режим – вы все врете. Никаких доказательств дополнительных они не могут предъявить. Изначально следствие было заточено не на то, чтобы найти виновных, а на то, чтобы обвинить Россию любой ценой. Да что там, тот же Стрелков, который в свое время браво хвастал сбитым самолетом, теперь полностью изменил свою позицию, мол, это не мы, комментариев не будет. Ополчение Боинг не сбивало, больше никаких комментариев. Вот только все эти жалкие потуги, как говорится, в пользу бедных, в расчете на внутрироссийский рынок. Ведь международное доверие давно подорвано. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу MH17. В ней говорится, что в 2014 году малазийский Боинг над Донбассом, вероятнее всего, сбила российская ракета. Россия нарушает свои международные и моральные обязательства. И знаете, у нас нет никаких сомнений, как в свое время в случае с трибуналом по морскому, Кремль будет гнуть линию, мол, ваши законы для нас не указ. Москва будет отстаивать свою позицию по инциденту в Керченском проливе. Об этом заявили в российском МИДе. Трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел. Вот только каждый подобный финт ушами – это еще один шаг России к самоизоляции. Ведь умение признавать ошибки прошлого всегда считалось прерогативой сильных. Та же Германия до сих пор выплачивает помощь жертвам фашистских лагерей. И как же жалко на фоне этого смотрится горстка вот этих ряженых ничтожеств. Все это напоминает политическое такое демарш, а не реальные результаты расследования. Удобнее всего обвинять Россию, потому что Россию вообще удобно обвинять во всем. Они обвиняют Россию или ДНР или прочее, но не хотят даже их слушать. Здесь совершенно очевидно политический заказ. Расследование не несет никакой ценности, это чушь. Они за свои 30 серебряников готовы не только покрывать самое страшное преступление, но и заворачивать их в обертку праведности и духовных скреп. Ведь все режимы, инициирующие убийства и покрывающие убийц, рано или поздно валятся. Привет одной красной стране. Есть большое сомнение, что путинская Россия в этом случае будет исключением. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!